В эфире интеллектуальное шоу «Кто хочет стать Максимом Галкиным?» Встречайте, тот самый Максим Галкин! Добрый вечер, господа телезрители! Вы уже стали свидетелями того, что вытворяли наши звезды в первые числа нового 2010 года. Если не знаете, то поясню. Теперь не я задаю вопросы, а наоборот. Сюда в студию приходят милые люди и изнуряют меня сложными вопросами. И я хочу сказать, что, как и обещал, с сегодняшнего дня в игру вступают телезрители. И многие из них участвовали в «Миллионере», так что наша встреча будет крайне любопытной. Ну а ведущий игры, самый сдержанный и неразговорчивый человек на телевидении, Дмитрий Губерниев! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Максим! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, уважаемые игроки! Решимость на ваших лицах приветствуется. Тем более я знаю, что Максим тренировал свой интеллект по какой-то особенной системе в последние дни. Это так? Конечно. Я катался на горных лыжах и тренировал интеллект об склон. Интеллект не сломался? Нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу! Ну а теперь о правилах нашей игры. Каждый вопрос стоит 20 тысяч рублей. Если Максим отвечает неправильно, вы забираете эти деньги. Если Максим отвечает верно, то вы покидаете наше шоу. Подробности далее. Внимание, игра состоит из пяти раундов, и я объявляю о начале первого. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш первый игрок – Наталья Павлинова. Наташ, я знаю, что вы хотите поговорить с Фиделем Кастро. По моему стойкому убеждению, Максим уже много с ним разговаривал, поэтому вам есть о чем поговорить с Максимом. Серьезно, Максим? Это правда? Наташ, никогда не разговаривал с Фиделем Кастро. А почему вы хотите с ним поговорить? Мне просто интересно пообщаться с человеком с такой безумной энергетикой и узнать, как он в течение 50 лет умудряется рулить такой нестандартной, прямо скажем, страной. Мне просто любопытно. Так какие же темы, Наташа, вы приготовили, Максим? Темы такие – «Ирония судьбы», «Битлз», «Три мушкетера», «Капитан Немо» и «Фонтан Трэви». Золотая тема. Золотая тема будет «Ирония судьбы». Ирония судьбы. Ну что ж, это золотой вопрос. Это значит, что Максим не сможет воспользоваться подсказками. Если вдруг он захочет воспользоваться подсказками, об этом мы говорим чуть позже. Ну а, собственно говоря, если игрок одерживает победу в золотом вопросе, это значит, что сумма, которую он заработал, становится несгораемой в любом из раундов нашего противостояния. Максим, давайте начнем с «Битлз» для настроения. Давайте. Зададим сразу тонус. Итак, внимание. Первый раунд и первый вопрос от Натальи Павлиновой. Вопрос будет такой. Кто из участников группы «Битлз» женился на актрисе Барбари Бах, звезде одного из фильмов о Джеймсе Бонде? Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр или Джордж Харрис? Ой, ну, если еще песни «Битлз» я помню, то кто из них на ком женился? Напойте, Максим. Ну ладно, у них много их песен, чего я. Так, а может мне подсказкой воспользоваться? Есть подсказки, Максим, конечно. Их пять. Ты два раза, я напоминаю тебе, потому что интенсивно катался на горных лыжах и мог позабыть. Итак, дважды ты можешь спросить мнение у зрителей в зале. Дважды ты можешь попросить зрителей позвонить умному другу. Ну, не твоему, как ты помнишь, а умному другу зрителей в нашей аудитории. И один раз о спринтер моей души ты можешь добежать до компьютера и воспользоваться сетью интернет. Я хочу воспользоваться подсказкой компьютера, потому что я не знаю. Не знаю я. То есть ты думаешь, что компьютер битломан? Компьютер, он всеман. Всеядоман. Можно я добегу до компьютера? Итак, Максим, ты берешь подсказку компьютера. Да. И у тебя есть на это 30 секунд. Время пошло. Уже? Да. Беги. Беги, Максим, беги. Я еще быстро умел набирать. А время где тикает? Я его не слышу. Ой, тут даже фото есть Барбары. Так, 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 так. Она, оказывается, не только с кем-то жила. Она еще в фильмах снималась. Ну, видно было, что Максим отвык от компьютера. И он, который меня любил, назывался фильм. А время-то вышло или нет? Еще есть, Максим. А кто тебе это говорит? Я чувствую. Время вышло. 30 секунд истекли. Как непросто было. Ну, зато ты посмотрел пару фотографий, Барбара. Фотографии хорошие. Знаете, Барбара хорошо выглядит. Ну, Наташ, я честно вам скажу. Боюсь, что... Ой, может меня спросить у зала-то, да? Тогда сгорит еще одна подсказка, Максим. Ну, зато я буду умнее. Итак, внимание. Максим Галкин берет подсказку зала. Да. Уже можно бежать, нет? Ну, что ж, Максим, у тебя есть одна минута, чтобы добежать до этого единственного битломана в нашей студии. Время пошло. Вперед, Максим. Вы, да? Ну, если вы один, я спокойно до вас зайду. Размеренно. Раз, два, три. А вас как зовут, представьтесь? Дима. Это Ринго Стар. Да? Да. А расскажите, откуда вы это знаете, Дима? Почему вы так уверены? Битлз просто люблю. Уверен. Ага, Ринго Стар. Ну, ладно. Слушайте. 32 секунды. Еще можно спросить у кого-нибудь, кто неожиданно в последние 30 секунд вспомнил о Битлз. Уважаемые друзья, если ваш ответ будет правильным, то вы получите 5000 рублей. Что? Вол Маккарни. Я знаю. Вы меня сбиваете. Вол Маккарни. Вы не родственник тех, кто играет? Нет. Пока нет. Вот мнения разделились. Максим, у тебя 8 секунд остается. Ну, это хорошее время, чтобы спокойно сесть. Кто-то сказал уверенно, кто-то не очень. Один, три, две, одна, время истекло. Ну, Наташ, честно вам скажу, так как я не знаю, и Дима, он бетломан, вот, к Джону Леннону мы как-то навеки прикрепили Йоко Оно, я выберу вариант С, Ринго Стар. Можно нажать? Это твой окончательный ответ, Ринго Стар? Да. А может быть, Джордж Харрисон? Я вспоминаю историю, когда он поссорился с Эриком Клэптоном из-за одной женщины. Ну, а теперь, внимание, правильный ответ. Посмотрим на экран. Ты думаешь, я его узнаю? Конечно, это знаменитый барабанщик, Петлов, Ринго Стар. Браво, Максим, и браво, Дмитрий. Да это спасибо Диме, я не знал. Ну что ж, молодой человек, у вас хороший вкус, и вы получаете 5 тысяч рублей. Наташа, спасибо вам за участие в этой игре, спасибо вам огромное. Вот. Максим, наше общение было недолгим, но очень приятным. Спасибо большое. Спасибо. Прошу вас. Благодарю. Удачи вам. Наталья Павлинова покидает нашу игру, и 20 тысяч рублей попадают в наш призовой фонд. С каждым правильным ответом Максима призовой фонд будет расти и достарится победителю нашей игры. Ну а если победителей в этой игре не будет, тогда призовой фонд перейдет в следующую игру. Наш следующий игрок Ольга Ким.